итак мы находимся на жестком диске компьютера куда установили linux min 17.3 роза 64 битную сборку ну вот это окошечко я всегда убираю затем иду сюда в автозагрузку и из автозагрузки тоже его просто удаляю не оно не нужно дальше фон обычно меняя сразу мне этот фон скажем так не очень нравится так ну это что-то хоть поприличнее что тут еще есть ну для видеозаписи вот темноватый фон лучше подойдет но первым делом значит это уже как говорится мои пользоваться пользовательские предпочтения значит я иду изменить панель переместить панель и вот здесь вот кликаю и перемещая панель наверх теперь значит иду в настройку панели и делаю ее искать под свои глазки то есть я делаю ее пошире дальше значит я бегу настройки клавиатуры иду в раскладку добавляю значит английскую раскладку английскую английскую на мне она больше нравится американскую убираю за ненадобностью затем иду в параметры вот здесь вот переключение на другую у меня значит это по умолчанию alt shift у кого-то может быть другой вот посмотрите сколько вариантов переключения раскладки клавиатуры как говорится который вам нравится ради бога закрывается это дело иду дальше значит ну что мы посмотрим какой у нас экранчик экранчик нормальной так значит управление питанием я делаю всегда чтобы у меня рабочий стол чтобы никогда экранчик не газ так дальше значит еще тут есть заставка и очень часто она тоже как говорится вот ускакивает при бездействии никогда то есть мне этого не нужно теперь у меня так сказать экранчик не будет самый неудобный момент брать как говорится и гаснуть ну значит пока что значит поисках предпочитаемых положений значит них стоит по умолчанию только файфокса мы поставили еще несколько других программ ладно значит вот самые такие необходимые настройки мы сделали вот посмотрите менеджер обновления сразу просится а мы значит делаем вот такие вот вещи идем в параметры уровни и вот этот вот дурацкий третий уровень который они автоматом отвечают вот мы его убираем потому что эти обновления безопасности не проверены и кто их там считает безопасными мне честно говоря все равно я оставляю только два уровня теперь посмотрите значит создатели сборки по умолчанию значит обновлять каждые два часа сборку это скажите мне что это за идиотизм такой это что значит пользователь как обезьянка должен каждый там два часа что ли бегать да ничего подобного вот раз в месяц и все и достаточно список игнорируемых обновлений на пока я не буду тут обновлять ничего вот а пока применю вот этого дела проверю обновление что там они рекомендуют ну и потом еще проверим обязательно как записывает программа систембак какой там с ней ставится каспер и пишет ли она нормально из образа или нет это важно потому что вам нужна программа но пишет что система не требует обновления но вот и все нормально как говорится все встал на свои места нажимал нажимаю юзер и вот она вроде бы как предлагает переключиться на местное зеркало ну и ради бога не требуется никаких действий но действие не требуется и закроем тогда вот и все обновления а когда был выставлен третий уровень вы видели там кучу всего к вам это самое сразу ринулась и полезла не надо ставьте только вот первые два уровня это лица и будете счастливы ну что и так программа через три я поставил вот по этим командам из терминала программу simple screen recorder значит я поставил вот эти три команды набирал и теперь поставим программу систембак копируем открываем терминальчик мы можем и так сделать заведем парольчик наш юзер нажмем enter еще нам порекомендует поставить да ради бога скопируем ставим и поставим yes у нас есть центр программ наберем здесь юзер вот я поставим и поэтому я поставим и и и и и и и и вот ее поставим сюда то она должна как говорится подходить нормально грузится быстро ставится быстро посмотрим тогда еще также тут же skype и dropbox поставим синаптик по синаптику сможем проверить какая версия у нас стоит файла casper а здесь подпишется что установка идет у нас пятая версия virtualbox пока там она ставится мы добавим аплит погоды перейдем сюда вот она добавим здесь я пишу словечко off и вот этот поставим еще также аплит хорошенький они значит нормально добавим на панель погоду и панельку быстрого выключения так у меня значит для москвы есть подход погоды вот такой сюда вставляем код москвы закрываем получаем значок погоды ну и немножечко его настроим первое показывает прогноз ну вот словечко это длинный там облачные так далее я просто убираю сам начал был маленьким вот пожалуйста прогноз погода на пять дней маленький значочек сидит все нормально все хорошо так виртуальную коробочку мы поставили на теперь здесь давайте-ка я заведу skype если он стандартном наборе поставим skype ставится он довольно-таки быстро затем еще проверим дропбокс 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 вот дропбокс есть не знаю есть тут мега или нет ну поинтересуемся нету а мега симк нету ну ладно вот файликом каспер я еще хочу поинтересоваться так вот стоит красавчик давайте посмотрим ну вот понятно значит вот здесь уже пишет что стоит версия 1.340.2 это значит у нас уже из-за образы похоже создаваться не будут ну что ж поделаешь проверим если что мы поставим к грицефалик который у нас есть 1.340 а пока значит запустим сейчас system bug создадим изообраз и проверим этот образ на виртуалке запускаем system bug запускаем заводим юзер да долго бегать не будем нам важно просто проверить создадим значит значит в system bug сначала зайдем в настройки отметим галочкой создавать образ изо автоматически переопределим язык и выставим английский общий то есть это язык который никаких крокозябров при создании значит изообразов не дает теперь идем на создание живого образа и пусть к нам он создаст живой образ создание образа завершено а теперь мы проверим значит установки образа ну во первых вот видите идут кракозябры раз хотя вроде бы я и язык то выставлял нормальный даже не это главное дело в том что вот она файлик этот не находит значит ну тут все ясно и понятно значит надо переставлять файлик каспер что делаем значит удаляем файлик каспер то есть набираем здесь его название и вот удалить подтверждаем он еще и лупин у нас уберет менеджер пакетов синаптик он уже установлен все нормально ну теперь делаем что устанавливаем нормальный каспер идем в загрузки и ставим вот этот файлик каспер не надо нам более поздней версии она не работающая а мы поставим вот этот который работает заведем наш парольчик отметим галочки чтобы закрылся когда все установится вот все установилось теперь значит мы пойдем в синаптик ну давайте-ка наберем его сюда вот менеджер пакетов синаптик добавим на панельку чтобы он не прыгал далеко а юзер первым делом мы тут вот так вот мы берем каспер чтобы посмотреть какая у нас сейчас версия установлена ну и отметим для установки вот еще лупин каспер настройки параметры обновления системы я бы выбрал стандартная и вот здесь я бы выставил вот так всегда предпочитать установленную версию не нужно мне новейших версий а значит параметрах вот установленную настройку закроем это дело пойдем сюда вправку параметры игнорируемые обновления добавить каспер применить то есть чтобы при любых других там обновлениях мне не сносило каспер вот таким вот образом а теперь запустим систем баг он у нас при всех этих передрядах снесся поэтому мы его поставим снова откроем терминальчик так юзер enter подновимся подновимся и поставим систем баг и проверим рекомендации что там он пишет еще рекомендациях так кто же спорит все как пожелаете так систем баг переставлен теперь еще раз я перепроверю файлик не снесся у нас он и не случилось ли чего с ним проверили каспер все все стоит на месте все то что надо запускаем систем баг заводим наш парольчик запомните систем баг мы сделали на английском языке чтобы избежать крака зябров еще раз побежим установки вот у нас отмечено что создавать живой образ выставлен английский язык ну и создадим образ вот этот образ я так сказать уже уберу и поставим образ который должен быть как говорится нормальным чтобы все наши там дальнейшие потом настройки мы чтобы за них не волновались чтобы из-за образа создавались корректно итак создание образа закончилось значит сейчас мы проверим на виртуальной коробочке все это дело настроим только носители окей и запустим ну во первых на английском языке появилась менюшка нажмем enter как видите проскакивает период заморозки пошла так сказать нормальная загрузка из-за образа вот слышно звук ну а мы теперь пойдем дальше значит что мы сделаем что мы сделаем мы значит поставим конки менеджер первые две команды я уже сделал третью команду он нам не сдал сделать потому что систем было все это дело замято теперь вот мы просто нажмем yes и продолжим установку а потом еще вот эти вот рекомендации посмотрим что нам порекомендуют ой 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 Ну, вот так вот, где он будет здесь, на девятом разделе, все остальные тоже выбираем, вот где-то так у нас будет выглядеть меню загрузки, в настройках мы сделаем так, менюшку сделаем секунд на 20 и сохраним. Достаточно, значит на linux mint cinamon 17.3 супер бут менеджер не ставится, но тем не менее, значит настройщик меню загрузки ставится, ну, скажем так, и это неплохо. Теперь, значит, у нас нужно поставить, посмотреть программы, я вот обычно ставлю прозрачную панельку, но для этого, значит, нужно поставить кроссейдер. Кроссейдер, да, откуда угодно можно поставить, сейчас я напишу юзер, хороший файловый менеджер. вот оно, поставим его, а он нам будет давать возможность работать в корневом режиме, и через корневой режим мы изменим верхнюю панельку на полностью прозрачную, мне это больше нравится. ну, вот пакеты скачали. Ну, вот пакеты скачали. Сейчас идет загрузка, а потом мы выведем его на верхнюю панельку. Правда, у меня уже вначале сделаем верхнюю панельку прозрачной. Значит так. Кроссейдер, ну, добавьте. Кричечка нужная. Ну, первый раз он там спрашивает на какие-то настройки, там ля-ля-ля-ля-ля. И обычно всегда, вот, сохранять установки на выходе. И первый раз я делаю, вот, запустить правой кнопкой и добавить на основную панель. И теперь мне очень легко войти в корневой режим. Вот. Нажимаю наш пароль юзер. Все тоже самое для корневого режима. Такая же идет настройка. Так же сохранять настройки. И теперь мы в корневом режиме. И побежим мы вот сюда юзер ше темы. Поскольку мы в корневом режиме, у нас и проблем нет. юзер ше, ищем темы. юзер ше, ищем линукс минт, циномо. И когда вот мы по расширению так вот, хоп, вот необходимый нам файлик. Вот его мы и будем вправить. Здесь, значит, выбираем найти. И вот в этой панельке пишем словечко. Панел. Вот она у нас и появляется красавица. И вот эту красавицу нам нужно будет заменить вот этим красавчиком. Сохранить. Ну, теперь все необходимое мы поставили. Так. Поставим-ка мы еще Каспер. Каспер Кайрадок. Разгрузим верхнюю панельку. Набираем эту команду. Имя пользователя. Вернее, пароль. Yes. Мы посмотрим рекомендации, какие у нас тут выдаст. Рекомендации выдала нам кучу. Ну, давайте закопируем их и посмотрим, что такое. Значит, я запускаю Кайрадок. Нажимаю да. Вот у меня получается Кайрадок. Не нужна мне ваша справка. Я сразу ее убираю. Советчики. Значит, ну что. Ну, вот тут вот такие вот у него. Посмотрим, какие есть еще у него эффекты. Настройки. Так, эффекты. Вот мне вот это вот не нравится. Эффектов нет. Я иду в темы. Выбираю. Ну, вот бриллиант неплохая. Да применить, применить. Вот это так будет выглядеть. А теперь мы ее немножечко поднастроим. Эффекты. Фейерверк и пламя. Да. Ради Бога. О! И фейерверк есть. И если запускается приложение, то появляется и пламя. Нормально. Хорошая, красивая панелька. Ее мы еще поднастроим. Значит. Пока, значит, я перерывусь. Потому что для того, чтобы заработала панелька прозрачная, мне нужно будет перезагрузиться. И так я перезагрузился. Как видите, верхняя панелька стала абсолютно прозрачной. Мне, собственно говоря, это дело очень нравится. Теперь, значит, еще парочка таких вещей, чем займемся. Панелька. Ну, глянем, что у нас тут в загрузках мы скачали. Загрузки. Адрабокс у нас стоит. Скайп стоит. Так. Виртуальную DAC. Он привитый пока на русском языке. Вот это вот сейчас мы подсоединим. Вот эти два файлика. Есть тут настройка звука. Ну-ка, где у нас тут? Должен быть где-то даже и здесь. Вот настройки звука. Да. Звуковые эффекты. Посмотрим, где сидит файлик вот этот вот. Логин. UserShare, MintAtwork и звуки. Вот нам нужно вот сюда вот эти файлики каким-то образом и перенести. Не хочет, да? Ну, ладно. Все равно у нас путь к нему есть. И мы эти файлики сейчас при помощи Crusader и перемесям. Так. В корневом режиме. User. User. Здесь зайдем в папочку загрузок. Привет и пока на русском языке. А здесь побежим. UserShare, MintAtwork. UserShare, MintAtwork. UserShare, MintAtwork. Звуки. И вот эти вот наши два файлика мы сюда просто-напросто самым наглым образом и скопируем. Проверим свойства какие у этих файликов. Рут. 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 Можно читать. Можно читать. Так. Логин. Рут. Рут. Ля-ля-ля. Хорошо. Теперь, значит, тогда мы откроем еще раз эту папочку. А это еще что-то такое. Так. Логин. Ру. Открыть. И выход. Логин. Аут. Кладаут. Ру вот здесь. Ну, теперь проверяем. Значит, делаем громкость вот такую где-то. Ну, нормально. Файлики эти мы подключили. Теперь, значит, будем что делать. Будем коночками заниматься. Хоу. Юзер. Вот конки мы пока не включали. файлики. Вот мы сейчас их в первый раз запустим. И вот папочка у нас появилась. Вот теперь нам нужно вот этот файлик конки лонг. файлики. Эх, еще что-то чудеса. Эх, еще что-то чудеса. файлики. Пока просто запустим. Это вот я убираю. Ставлю длинные иконки. файлики. Файлики. В настройках делаю, чтобы он автоматически включался. Значит, сеть у меня показывает. Какая подкачка. файлики. А, ну, подключен у нас. Нормально все. Хорошо. Что дальше? Ну, конки можно при большом желании вывести на нижнюю панель, если там будете что-то поднастраивать. Но мне, в принципе, это устраивает. Так. Я обычно на низ вывожу Крузейдер. Ну, пока пусть тут сидит. Что нам? Угу. А, значит, вот в Кайродоке надо нажать запускать Кайродок при старте системы. Но проверить все равно не помешает. Что у нас теперь в автозагрузке? Кайродок запускается автоматом. Конки, значит, запускается автоматом. Ну, вроде бы нормально. А теперь, значит, так. У меня обычно всегда сидит вишенка на верхней панельке. Вот мы ее сейчас запустим. И поставим-ка мы еще программу для смены обоев варите. Смотрите. Хорошая программка. Нравится она мне. Живой стол получается такой веселенький. Ну, смотрим. Смена обоев. Открываем. Заводим. Enter нажимаем. Заводим пароль user. Enter. Enter. Нажимаем yes. и не на верхних панельку. Нажимаем. здесь нажмем еще рекомендации есть какие-нибудь или нет вот рекомендуют нам еще кое-что поставить мы это дело закопируем и поставим и есть ну пишет что все сделала а здесь уже нам сообщает не желаете ли запустить а вот желаем желаем нажимаем здесь настройках продолжить продолжить но вот участвовать анонимно менять обои при загрузке менять каждую минуту каждые две минуты закрыть вот он появился сейчас обои начнут меняться так вот этот дружочек со смены рабочих столов я вообще выношу отдельно это у нас так это у нас так тут все ясно говорите пожалуй я это у нас терминал а где у нас меню вот увидим сюда его и вот в этом меню на нижнюю панельку значит вот я вывожу варите так же я вывожу крусейдер а почему это мне почтовый клиент он мне вообще не нужен я его уберу и вообще не пользуюсь так а вот она варите сюда вот подтачим так что еще и стандартных конки менеджер ну конки менеджер сюда поставим и форматирование сюда а вот запись на флешку они на одной кайна доки сидеть сидеть не любят а поэтому значит вот я всегда беру и запись образа добавляю на верхнюю панельку почему так не знаю чисто вот в процессе опыта могу вам сказать вот мне не любят эти две утилитки сидеть на одной панельке так ну что пора к нам поставить хороший google chrome браузер кстати покажу я как работается на разных окнах вот смотрим мы сейчас в окне один а ну-ка если я какое-нибудь приложение цену вот например чтобы было видно вот например я нахожусь в первом окошке вот я встаю на второе окно нажимаю на google chrome браузер вернее на на mozilla и завожу здесь google ну вот официальный сайт пишет но неофициально я и не признаю нажимаю на скачать и выбираю 64 бита dbr принять и установить я сохраню этот файлик откроем папочку закроем mozilla а вот текущий файлик самая последняя версия вот его мы поставим нажмем на установить пакет заведем пароль и пусть он там себе устанавливается а мы тем временем можем перейти в первое окошко где у нас находится стороны там команды и посмотреть там что где там чего у нас еще черри установлена запись экрана установлена систембак поставлен настроен клонки менеджер поставлен настроен загрузчик операционных систем поставлен только настройщик бут менеджер не встал так еще нам нужно будет поставить teamviewer последнюю версию у нас почему потому что сейчас уже не 10 а 11 но запустим google chrome по умолчанию все тут тип топ значит единственное значит что я наберу 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 наберу-ка я здесь спрашивает перевести английский ну там выбирайте сами мне в принципе я пишу вот так всегда что я немножечко английский язык знаю так установить версию дебяновскую да дебяновскую конечно вот сообщение что этот файл может навредить а мы пишем сохранить и пусть он там не пишет нам чудесных сообщений сами знаем запускаем вот этот файлик и поставим последнюю версию teamviewer ну заведем пароль user ну вот пишут что установка заканчивается вот теперь закончена а этот сразу предлагает его и запустить ну попробуем посмотрим что у нас там получится принять закрыть все работает теперь идем сюда в интернет teamviewer я обычно помещаю вот сюда вот клиент обмена я всегда убираю практически им потому что не пользуюсь так что еще ну естественно интернет google chrome значок поставим рядышком два браузера что было вот так пускай будет так так а что у нас тут во втором окошечке здесь мы его значит поставили приветы все сделали виртуальная коробочка все 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 сделали но если все сделали можно все и убрать нечего так перейдем снова на первый рабочий стол значит на первом рабочем столе у нас значит появится google chrome и даже без ваших паролей но я вот всегда значит вот делаю что значит я всегда добавляю вот это вот расширение вот с зеленой полосочкой которая гасит всю рекламу и на трубе и где бы вы ни были все не нужную рекламу он будет гасить посмотрите там как он работает но в принципе как говорится работает он нормально пишет что готово вот мы сейчас вкладочки справа все поубираем так броузеры есть сюда я сейчас хочу вывести еще виртуальную коробочку так утилитка вот она виртуальная коробочка я сейчас ее куда нибудь вот мне рядышком надо ее поставить поставим пока сюда редактором изображения не пользуюсь это сказать не моя чашка чая LibreOffice я всегда подключаю просто из панели я не часто тоже пользуюсь но зато вот программу SystemBug я хочу поставить сюда вот рядом с терминальчиком и еще еще одну программочку вернее так системные утилиты вот SystemBug идем ставим рядышком с терминалом и еще сюда же мы я хочу поставить я хочу поставить не вижу я хочу поставить системный монитор рядом с терминалом что-то не вижу стандартное нет утилиты вот она поставим рядом его с терминалом и сюда же выведем еще тут менеджер пакетов сюда же я обычно вывожу и менеджер программ так утилиты менеджеров архивов ля ля это поля вот менеджер программ И ставлю ее рядом с синаптиком. Не встала. Нет, встала. Только вот... Мы сейчас ее подвинем. Ну вот. Все, теперь стоит. Терминал, системный монитор, систем баг, менеджеры программ, виртуалка, лейдер. Так, варите рядышком. Два броузера и тюнивера. Ну вот теперь более или менее необходимые мне программы установлены. В верхнее меню настроен. Я туда только добавлю сейчас Google Chrome. Значит так. Этот я уберу. Теперь кроссейдер и все остальное я могу уже убирать с панели. Вот это вот нужно. Так. И сюда же надо будет завести блокнотик. ГДЭП. Не хочет пропечатывать ничего. Не вижу я. Вот оно, текстовый редактор. На панель. Ну вот теперь вроде бы все нормально. Так. Только поставим его вот сюда. Менеджер файлов вот сюда. Ну вот. Вроде бы как все такие самые-самые необходимые сделаны. Значит настройки. Но тут идет дубляж. Поэтому я его... А что он тут дает? Ну-ка давайте посмотрим. Понятно. Уберем. Ну вот здесь вот показывает загрузку системы. Это в принципе неплохо. Это можно оставить. Настройщик аудио. Да не нужен. У меня и другой есть неплохой настройщик. А так все остальное вроде бы как нормально. Так. Ну вот в принципе основные настройки сделаны. Значит еще раз проверим. Так, так, так. Дропбокс, Google Chrome, Skype, TeamViewer. Так, только Мегу поставить. Ну ладно. Поставим Мегу тогда. Перейду я в другой. В другое окошко перейду. Напишем Мега. Имели ввиду Мега, да. Пойдем на Мегу. В меню. Приложение. Хром. Нет. Возьмем приложение синхронизации. Выберем версию Mint 17. 64-битную. Загрузим. Загрузим. Сохраним. Невзирая на предупреждение. И запустим. Установим. Нажмем корольчик. И пусть поставит еще одно облачное хранилище. Ну, 50 гигабайт бесплатно пространства на кладовочке. Никто вам пока больше не дает, насколько мне известно. Закрою я вот этот пакетик. Сверну окошечко. Здесь спросит у вас, если есть учетная запись, заведете свою учетную запись. Если нет, нажмете вас здесь, вперед, и начнете регистрацию. Зарегистрируйтесь и получите 50 гигабайт свободного дискового пространства на Меге. Сайт Новозеландский. Хороший. В менюшке она у вас будет сидеть вот здесь в интернете. Вот. Ну, и теперь, значит, поставим еще, значит, что, ну, первое, научу удалять ненужные программы. Правая кнопка удалить. Заводите свой пароль. В нашем случае это юзер. Появится окошко убрать. Вот взяли его и убрали. А мы поставим еще одно интернет-приложение для скачивания длинных файлов. Потому что я его здесь вот не вижу его. Значит, называется оно вот таким вот образом. Пойдем в менеджер программ. Заведем юзер. здесь я наберу у get. Простой менеджер закачек. Установить. теперь у вас будет менеджер закачек для торрент-файлов и менеджер закачек для обычных файлов. Вот он сразу предлагает себя запустить. Ради бога, пусть запускает. Посмотрим. Вот он так вот выглядит. как видите, там меню и так далее все, как говорится, на русском языке. Поэтому пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. И он будет у вас сидеть вот здесь. Сейчас я его отсюда сам по себе аплет удалю. А вот он будет у вас вот здесь в интернете сидеть. Угет. Трансмешн это для закачки торрент-файлов. Угет для закачки просто больших файлов. Брозер, три кладовочки. Вполне прилично. Стандартные программы хорошие. Ну и теперь напоследок поставим еще и так значит установим программу видеоредактор. нажмем на кнопочку установить. Ставится она из менеджера программ. Ставится довольно-таки быстро. Ну и предлагаю тут же запуститься. Ну проверим, давайте посмотрим. И вот как всегда стандартный ее дефект. Посмотрите. Она требует вот этот плагин. фрейнольр. Вот мы сейчас ее закроем. И вот этот плагин сюда вставим. Вот они сидят. и их до установим. Вот теперь программка OpenShot. Вот мы ее сюда выведем. нажмем нажмем на нее. Ну теперь на нее все поставлено и все нормально. Вот таким вот образом. Значит и последний штрих поставим хороший видеопроигрыватель. Значит поставим мы вот этого красавчика. вот поставим-ка вот эту программку. сначала добавим его репозиторий. Заведем пароль. Нажмем Enter. Затем заведем обновление. установку самой программы. Нажмем Yes. и к этой программе идет хорошее приложение. Называется оно SMTube. Позволяет искать видеоролики на трубе на YouTube. Вот сейчас мы и его поставим. Ну все нормально. Запустим саму программу. это сама программа. Так. Перейду в русскую раскладку. Наберу ее. Чижик. Это программа. Она ищет популярные видеоролики. Так. Концерт. Концерт. Ну вот например фильмят видеоролик. Понравился видеоролик. Взяли добавили его в списочек. В следующий раз никуда ходить не нужно. Пошли сюда и он у вас начнет проигрываться. Значит это сам плеер а вот это к нему дополнительная программка которая ищет видеоролики на трубе. Вот таким вот образом. и вот теперь я считаю что у нас практически все самые необходимые такие настройки сделаны. Единственное значит что я сейчас сделаю я еще раз посмотрю здесь у нас вот я добавлю аудио и видео я добавлю Simple Screen Recorder я добавлю его вот сюда. Дальше значит смплеер я добавлю вот сюда. И вот тогда у нас эти три программки они по идее должны будут все там рядышком стоять и все будет нормально. Итак значит не менее важной программой я считаю эту программу мы ее сейчас поставим и думаю на этом настройка Linux Mint 17 3 закончится программка это у нас будет называться вот так вот эта программка стоит того чтобы ее завести в вишенку как вот я делаю веточку завожу ее сюда вставляю название сделаю побольше размерами копирую вот эту ссылочку и вставляю сюда все а теперь если я по этой ссылочке нажму то попаду вот сюда а чтобы каждый раз не бегать вот командочки для терминала значит вот эти три командочки мы сейчас и сделаем откроем терминальчик заведем сюда вот эту первую команду наведем наш парольчик user enter 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 update и заводим последнюю команду установить саму программу yes пока там все додела мы можем ее даже и повыше приподнять программа заслуживает того чтобы ее в первые ряды поместить запускаем ну первое сообщает она нам информацию в системе дальше значит я пропускаю эти три вкладки и сразу иду вот сюда иду на очистку нажимаю что почистила это дело завожу пароль и все это делать еще ну и теперь кэшик почистим все система у меня чистая а все там эти администрирования там настройка там и прочее и прочее ну посмотрите сами надо вам будет что-то ну поглядите а здесь практически тут все там приложения и так далее все необходимое все необходимое программу вот это вот Ubuntu tweak я в принципе рекомендую вам запускать раз в 2-3 недели не надо каждый день или каждый час там бегать чистить нормально линукс минсонамон нормальная рабочая система стабильная и не надо каждый раз там каждые полчаса там бегать проверять абсолютно нормально сделали установили настроили теперь значит вот этот рог мы посвятим значит вот еще что я хочу значит рассказать значит ну например хочу рассказать что вот после всех настроек которые значит мы произвели и подстроили под себя и у нас два броузера значит там и куча программ имеется и так далее и так далее то есть все самое необходимое вот оно установлено когда значит вот ну я только здесь не вижу simple screen recorder но это а ну вот мы на нем сейчас нет ничего я подхожу делать не буду короче чем займемся займемся естественно нашей любимой программы систембаг почему потому что нужно создать копию только что созданные и настроенные надо рабочей системы первый вариант значит вот она нам выдает по умолчанию сохранить копию вот здесь вот здесь вот то есть вот этот файлик он пока абсолютно пустой видите в нем там ничего нету но папочка для него уже сидит значит теперь значит то что вот мы сейчас с таким тщанием настраивали значит вот это вот мы сейчас тоже удалим а уже будем сюда записывать как говорится полноценный настроенный образ но у нас ведь есть еще и другие варианты у меня значит имеется диск отформатированный в линуксе на нем у меня есть папочка ценамон но допустим вот не дает он нам папочку сделать а я хочу сделать допустим папочку так ценамон 17.3 как это дело сделать вот так зайти в корневом режиме заведем юзер вот я в корневом режиме сейчас зайду на линукс дата вот ценамон а я заведу здесь новую папочку ценамон 17.3 вот так вот сделаю и посмотрите значит еще что я хочу этот диск подключить linux data вот оно подключенный и вот значит ну здесь еще раз сбегом настройки значит вот установлен английский язык и создавать изообраз дальше значит нам нужно будет убрать образ вот этот вот так а теперь значит берем включаем счетчик времени и начинаем заниматься вот чем первое я хочу создать копию вот этой версии ценамона я хочу ее создать на другом разделе жесткого диска чтобы даже если у меня полетит вот этот вот раздел вот отсюда я ее всегда значит выдерну и восстановлюсь восстановлюсь или из другого раздела жесткого диска где у меня установлена другая линукс система но на которой есть программа system bug или с флешки на которую значит установлена программа system bug потому что я там укажу источник откуда я хочу вытащить эту копию и в режиме system copy укажу куда отмечу галочкой что именно вот эту вот копию когда я ее найду отмечу галочкой и укажу куда ее копировать на какой раздел жесткого диска и все ну вот создание резервной копии заканчивается и резервная копия значит у нас сделана значит ну что посмотрим перескочим допустим на второй рабочий стол откроем crusader откроем его в корневом режиме не открывается потому что русская раскладка клавиатуры все понятно завершить перейдем русскую английскую клавиатуру заверем порог и посмотрим у нас значит это было на linux data cunamon 13 просто свойства папки посмотрим ну здесь прекрасно видно что во-первых папка не пустая в ней есть данные ну а размер копии мы сейчас посмотрим в среднем это где-то 6 там 7 гигабайт бывает размеры ну пока там он все это дело подсчитывает мы перескочим вот сюда и теперь займемся созданием чего значит живого образа для сначала что можно отсюда поисключать там если что-то у вас есть ценные допустим там видео там документы то есть все что вы хотите исключить чтобы этого дела не было у вас в изообразе и чтобы изообразно чтобы у вас не был перегруженным и небольшим по размеру а то мой вам совет вот просто берите как говорится и все вводите для исключения и вот эти папки они значит если какие-то на них в них были данные значит их у вас в изообразе не будет то есть изообраз будет скажем так компактным нажимаете на создать new и пошло создание образа а мы тем временем посмотрим как у нас вот идет процесс подсчета ну где-то вот получился 5 и 3 гигабайта значит образ который мы создали на другом разделе жесткого диска это можно и вот так вот еще посмотреть вот этот образ вот Linux Mint 13 ну в принципе он и здесь нам тоже все это дело подсчитает и расскажет вот таким вот образом последняя значит часть наша какая это значит мы создадим вот этот вот уже живой изообраз проверим его на виртуальной коробочке и я думаю что вот этого уже будет как говорится достаточно значит единственный минус у сборки Linux Mint 17.3 я увидел какой что сюда не ставится Super Boot Manager вот Super Boot Manager сюда почему-то ставиться не желает значит ну так это второй у нас так здесь ну давай живого образа а потом мы к нему вернемся и попробуем все-таки доустановить потому что уж больно он мне нравится а сам настройщик в принципе тоже сейчас я его выложу где он тут находится вот он игрок итак образ создан образ занимает 2 гигабайта теперь мы попробуем этот образ проверить таким образом подключить к виртуальной машине сделаем новую штучку настройках совсем немножко изменим поставим два процессора и видеопамять и в носителе выставим настройку настройку система home вот наш файлик давайте посмотрим даже даже слышу как она привет произнесла давайте глянем что там за программка нормально нормально сборочка встала а если сборочка нормально встала значит она будет записываться на флешку а сплешки будет записываться и на любой раздел жесткого диска или сплешки сможете на ней работать как на полноценной операционной системе так мы тем временем перейдем сюда итак откуда скачать мою сборочку под любым моим видеороликом всегда есть мой блог вот попадаете ко мне на блог или на гугл драйве или на яндексе или на меге но я сначала заброшу на мегу вот на меге значит в разделе моей сборки увидите linux minson 17.3 вот когда ее увидите значит можете брать ее и скачивать то есть сборка уже как говорится настроенная и можете ее как говорится пользоваться а все эти уроки по настройке которые я вам давал это для любопытных для тех кто любит делать ручками для тех у кого времени нет вот качайте готовую сборку как говорится здесь все установлено единственное значит вот что я заметил что супер групп супер бут менеджер не ставится ну кто найдет решение пришлите буду как говорится благодарен а так в принципе ну что сборка нормальная причем настроенная настроенная мною значит без всяких там вот этих вот кренделей как говорится так что можете спокойно пользоваться ну ладно всем удачи и до новых встреч до новых